Безусловно, самой обсуждаемой новостью недели стала попытка вооруженного мятежа в России. Многие писали и про усилия президента Беларуси в разрешении ситуации. Кроме того, приблизилась к завершению интрига, кто возглавит НАТО после окончания срока полномочий нынешнего генсека Столтенберга. Тем временем в столице Дании в обстановке строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, а два самых влиятельных миллиардера технологической индустрии Илон Маск и Марк Цукерберг заявили, что хотят устроить бой без правил. Рассказываем обо всем подробнее в недельном обзоре мировых новостей. Неделя после сенсационного разворота. Что писали о мятеже Пригожина? В минувшие выходные основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. События развивались стремительно. Вечером 23 июня Пригожин опубликовал серию сообщений с обвинениями в адрес Минобороны России. Российское оборонное ведомство опровергло эту информацию. В ночь на 24 июня бойцы ЧВК Вагнера захватили штаб Южного военного округа в городе-миллионнике Ростове-на-Дону и выдвинулись в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин в утреннем телеобращении назвал происходящее результатом непомерных амбиций и ударом в спину во время, когда решается судьба России. В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Западные СМИ взорвались заголовками на тему мятежа в России, потеснив на время с первых полос новости об Украине. Однако чуть позже западная пресса была разочарована, применяя к произошедшему формулировке однодневный мятеж и бунт, который продлился менее 24 часов. Писали и о том, что на Западе ожидали намного большего кровопролития. Наиболее острую фазу ситуации в России, связанную с попыткой военного мятежа Пригожина, помог преодолеть президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вечером 24 июня пресс-служба белорусского лидера сообщила, что напряженный субботний день президента Белоруссии включал совещание с силовиками и военными, контакты с российским лидером Владимир Путиным и переговоры с Евгением Пригожиным. В итоге решение было найдено. Пригожин согласился прекратить мятеж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина будет прекращено и он уйдет в Беларусь. Не будут преследовать также бойцов ЧВК с учетом их заслуг на фронте. Песков подчеркнул, была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Он указал, что Россия признательна Александру Лукашенко за усилия, предпринятые им в разрешении ситуации. Такая развязка стала абсолютной неожиданностью для всех. Британская газета Tabloid Daily Mail написала, решение Пригожина развернуть силы Вагнера сенсационное. The Guardian указала, что белорусский лидер выступил посредником в соглашении о деэскалации. После разговора с Лукашенко Пригожин согласился отозвать своих бойцов. Американский телеканал Fox News констатировал, президент Белоруссии инициировал переговоры с Пригожиным. В настоящий момент на столе находится абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации с гарантиями безопасности бойцов ЧВК Вагнер. Агентство Reuters также отметило усилия президента Белоруссии. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника отмечал, что США ожидали намного большего кровопролития в России. Когда американская разведка получила данные о шествии Пригожина, предполагалось, что он столкнется с большим сопротивлением, поэтому в Белом доме были очень удивлены скоростью урегулирования конфликта и заключения сделки. BBC связала неудачу бунта с тем, что он не получил масштабной публичной поддержки со стороны армии или других силовиков. Российские чиновники также публично не выступили на стороне Пригожина, не имел бунт одобрения и среди населения. Wall Street Journal написала, что США намерены отложить введение санкций против ЧВК Вагнер на фоне последних событий в России. Между тем, сразу несколько американских СМИ выпустили материалы, в которых говорится, что американская разведка знала о подготовке мятежа Пригожином еще до его начала. Газета Washington Post утверждала, что такие данные были в середине июня. New York Times писала, что высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности 21 июня располагали данными о намерениях основателя ЧВК Вагнер. Были проведены брифинги с представителями администрации, Минобороны и с руководителями Конгресса США. CNN также сообщил, что США знали о планах Пригожина бросить серьезный вызов военному руководству России. Но действия ЧВК 23 июня стали неожиданностью для Вашингтона, так как все произошло очень быстро. В США поспешили официально оправдаться, что не имеют никакого отношения к Пригожинскому мятежу. Телеканал CNN указывает, что американский лидер Джо Байден в выходные разговаривал с ключевыми союзниками США. «Очень важно, чтобы мы скоординировали наши действия и скоординировали наши ожидания. Мы должны убедиться, что не даем Путину повода обвинять в том, что происходит в России, Запад или винить в этом НАТО», – цитировал Байден на телеканал. Еще один интернет-портал сообщил, что при этом госсекретарь Энтони Блинкен 23 июня разослал сотрудникам американского внешнеполитического ведомства по всему миру телеграмму, запрещающую комментировать попытку вооруженного мятежа в России. Со ссылкой на источники в материале отмечается, что таким образом Блинкен хотел получить гарантию, что ни один из них своими высказываниями не создаст впечатления причастности Соединенных Штатов к произошедшему в России. По информации «Политика», Байден и другие высокопоставленные лица США звонили своим коллегам в Европе по поводу событий в России. Американские власти настаивали на необходимости соблюдать нейтралитет в данной ситуации. Вместе с тем, во время телефонных переговоров, стороны пришли к выводу, что ВСУ имеет беспрецедентную возможность для наступления. CNN отмечал, что бунт Пригожина оказался как нельзя кстати для Украины, которая месяцами готовилась к контрнаступлению. Команда CNN накануне мятежа была на юге Украины недалеко от линии фронта и заметила там большую концентрацию украинских войск и оружия, готовых к наступлению, указывалось в материале. Слово дня в Украине – злорадство, удовольствие от чужого несчастья. Обращал внимание CNN 24 июня. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала «Рада», что украинским властям было бы выгодно, чтобы гражданская война была полноценной в России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, любые проблемы в России отвечают интересам Киева. Украинский лидер Владимир Зеленский также косвенно поддержал действия Пригожина и выразил мнение, что это ослабило Россию. Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 26 июня поговорили по телефону о продолжающемся контрнаступлении Украины и недавних событиях в России, говорилось в заявлении Белого дома. Агентство Reuters отмечало, что мятеж Вагнера мог отразиться на положении российской армии. Газета New York Times, однако, написала, что Киев не смог воспользоваться бунтом Пригожина на поле боя. Издания отмечают, что не было никаких брешей в обороне, которыми можно было бы воспользоваться. Никакие российские подразделения 23 или 24 июня не покинули свои позиции, а в боевых действиях не было затишья. BBC также писал, судя по военным сводкам и другим сообщениям, мятеж Пригожина никак не отразился на ситуации на фронте. На различных участках продолжались встречные бои. Украинская армия добилась небольших территориальных приобретений на юге и в районе Бахмута, но темпы ее продвижения были примерно такими же, как и несколькими днями ранее. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во время визита в Литву хозяйку предстоящего саммита Альянса, что считает события в России ее внутренним делом. Столтенберг также вновь заявил о возможности продолжения поддержки Украины. В Брюсселе указывали, что мониторит ситуацию. При этом ЕС считает происходящее событие внутренним делом России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге 26 июня говорил, что вывод, который был сделан ЕС из ситуации в России, нужно увеличить поставки оружия Украине и поддерживать ее больше, чем когда-либо. Пекин выразил поддержку усилиям российского руководства по стабилизации внутренней ситуации. Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что мятеж мог быть инспирирован Западом и наложился на амбиции главы Вагнера. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Арти 26 июня сказал, что на Западе при освещении ситуации с Пригожиным пытались выдать желаемое за действительное. Об ожиданиях именно такого свойства – развала российского государства – совершенно откровенно говорили и представители Киева, добавил российский министр. Лавров отметил, что спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведслужбы в ситуации 24 июня. Лавров повторил и слова Путина, что против России направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. При этом российский дипломат добавил – и СНН, и руководители в Украине, и политики, такие как Эммануэль Макрон, являются частью этой машины. 26 июня Евгений Пригожин вышел на связь. Он сказал, Александр Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Пригожин указал, что свержение власти не было целью марша. Его главным мотивом был протест ЧВК против требования заключать с Минобороны контракт. Вечером 26 июня российский лидер Владимир Путин снова выступил с телеобращением. Он высказал слова благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации. Также Путин поблагодарил тех солдат и командиров группы Вагнер, которые не пошли на обратоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. По его словам, подавляющее большинство бойцов Вагнера – патриоты своей страны. Их использовали в темную. Путин указал, сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Беларусь. Данное мной обещание будет исполнено. 27 июня президент России выступил перед военнослужащими в Кремле. Он подчеркнул, что российский народ и вооруженные силы не поддержали мятежников. Президент России объявил молчание в память о погибших 24 июня военных летчиках. Белорусский президент Александр Лукашенко 27 июня во время выступления во Дворце независимости в Минске подтвердил, что Пригожин прибыл в Беларусь. Лукашенко подробно и откровенно рассказал о том, как проходили непростые переговоры с главой ЧВК Вагнер. Кроме того, белорусский лидер дал исчерпывающую информацию по вопросу размещения ЧВК, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему. Он сообщил, что сейчас в Беларуси не строят лагерей для ЧВК Вагнер, но при необходимости помогут с размещением. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть, ставьте палатки. Добавил он и указал, что пока они находятся в Луганске в своих лагерях. Лукашенко также отметил, что в Беларуси не будет пунктов по набору в ЧВК Вагнер. Кто захочет там служить, они найдут туда дорогу, заявил президент. Уголовное дело о мятеже Пригожина прекращено 27 июня, сообщили ФСБ России. Что будет происходить дальше с создателем Вагнера, неизвестно, пишет BBC. Сделать точный прогноз о судьбе бизнесмена, наверное, не возьмется сейчас никто. Слишком много неизвестных в этом уравнении. В материале высказывается предположение, что он, вероятно, не задержится в Беларуси и, например, уедет в Африку. Что будет с военными формированиями Вагнера и сохранится ли сама система ЧВК, также непонятно. Но можно с уверенностью сказать, что в своем нынешнем виде Вагнер существовать уже не будет, заключает BBC. Американское разведывательное сообщество полагает, что Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в России, написал журналист-расследователь Сеймур Херш. Капитан во время шторма. Кто в итоге возглавит НАТО? Уже довольно давно велись разговоры, кто возглавит НАТО после Йенса Столтенберга, который должен покинуть этот пост 30 сентября 2023 года. Члены Альянса никак не могли определиться с преемником. Выборы генсека Альянса не предусмотрены. Его назначают на основе консенсуса всех стран-членов НАТО. Похоже, на этой неделе интрига разрешилась. Вся сложность процесса выбора заключается в том, что кандидатура должна быть одобрена всеми членами Альянса, а это 31 государство вместе с Финляндией, которая присоединилась к блоку в апреле. Так или иначе, США, скорее всего, будут иметь наибольшее влияние на итоговое решение, отмечал Евроньюз. Стать генсеком НАТО вполне могла женщина, претендовала на пост глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В списке претендентов также часто упоминали имена премьер-министра Эстонии и Литвы Каи Каллас и Ингриды Шимоните. Были шансы возглавить Альянс и у премьер-министра Дании Метта Фредериксон. Великобритания настойчиво продвигала своего кандидата – министра обороны Бена Уоллеса. Во Франции в ответ на это заявляли, что Альянс должен возглавить представитель ЕС. Не поддержал кандидатуру главы британского именобороны и президент США Джо Байден. Британская газета «Телеграф» отмечала, что Великобритания в ярости. Джо Байден оказал Британии плохую услугу, заблокировав выдвижение Бена Уоллеса на пост главы НАТО, говорилось в статье со ссылкой на правительственные источники. «Существует опасение, что пренебрежение может нанести ущерб особым отношениям между Великобританией и США», говорилось в материале «Телеграфа». Теперь, как предполагали журналисты из Дании, Вашингтон пытается убедить Столтенберга отложить отставку еще на год. Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 июня на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймс М. Клеверли заявил, что США не занимаются продвижением какой-то конкретной кандидатуры на пост следующего генсека НАТО. Он указал, что ведутся тесные консультации с союзниками и партнерами. Однако внезапно в СМИ появилась информация, что нынешний генсек останется в должности еще на год. Норвежское издание Verdensgang 28 июня сообщило, правительства стран Североатлантического альянса приняли единогласное решение предложить нынешнему генсеку альянса остаться на своем посту. По данным трех осведомленных дипломатических источников газеты, официального решения о продлении контракта Йенса Столтенберга еще на год можно ожидать в течение ближайших дней. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе считают, что сам Столтенберг подтвердит новости о продлении срока накануне саммита в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Один из высокопоставленных представителей НАТО сказал портару Евростив, комментируя продление срока полномочий Столтенберга. Небезопасно менять капитана во время шторма. По словам дипломатов НАТО, если Столтенберг останется на своем посту, у альянса будет больше времени, чтобы сосредоточиться на своей краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, вместо того, чтобы погружаться в споры о преемнике. Янс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занял пост генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года, сменив Андерса Фок Расмусена. Примечательно, что срок полномочий Столтенберга несколько раз продлевали. В последний раз это произошло в 2022 году. Из-за конфликта в Украине он остался в должности генсек-альянса еще на год, до конца сентября 2023 года. Сам Столтенберг 19 июня заявлял, что не будет добиваться еще одного продления срока. «Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени», – говорил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Эксперт аналитического центра Чатманхауса Джейми Ши, между тем, сказал Евроньюз. Столтенберг четко говорил, что намерен уйти. Мандат трижды продлевали, что уже само по себе удивительно для такой организации, как НАТО. Скоро состоится саммит в Вильнюсе, и полагаю, что по этому случаю Альянс хотел бы представить нового генсека мировой общественности. Тем временем продолжается дискуссия о гарантиях безопасности Киеву и возможных путях присоединения Украины к НАТО. После достаточно резкого заявления американского лидера Джо Байдена, что Украина не может стать участницей Альянса по упрощенному пути и должна соответствовать обязательным стандартам вступления в НАТО, украинская сторона стала осторожнее в высказываниях на эту тему. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что во время горячей фазы конфликта Украина вряд ли получит приглашение стать членом НАТО. По его словам, в этот период принятие единогласного политического решения маловероятно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканала CNN пожаловался на отсутствие у стран-членов НАТО четкой позиции насчет членства Украины в Альянсе. Украинский президент Владимир Зеленский, однако написал 27 июня в Телеграме, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе. Премьер-министр Эстонии Кая Калас 28 июня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе пообещала сюрприз для Украины на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Отрезвляющие результаты не по расписанию и о каких мирных переговорах тайно договаривались в Дании. Продолжили писать на этой неделе об украинском контрнаступлении. Газета New York Times написала со ссылкой на источник, что в администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель контрнаступления украинских войск отрезвляющими. Издание указывает, что несмотря на публичные призывы проявлять терпение, в частных беседах чиновники выражают обеспокоенность столь медленным продвижением ВСУ. Звучат упреки, что Украина отстает от расписания. Политика также отмечает, что на Западе недовольны Киевом из-за промедления при контрнаступлении. США и их союзники критикуют Киев за то, что тот при контрнаступлении действует слишком осторожно, ожидая хороших погодных условий и других благоприятных факторов. Издание обращает внимание на то, что ранее аналитики предупреждали, что украинские военные, несмотря на обучение, которое они прошли на Западе, вряд ли будут сражаться так же, как силы НАТО. Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в эфире CNN. При этом, по его словам, у Киева есть четкий план, и ВСУ его придерживаются. Однако, могут потребоваться недели и месяцы, чтобы военная стратегия Украины проявила себя. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также признал, что Украина не добилась крупного прорыва при контрнаступлении. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал, что вооруженные силы Украины находятся на грани развала. Ситуация в конфликте становится все хуже для президента Зеленского. По его словам, известно о большом количестве дезертирства украинских военных с поля боя. Журналист Сеймур Херш почитал, что при нынешней скорости наступления Киеву может потребоваться 117 лет, чтобы достичь своих целей. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times 28 июня заявил, что главное событие контрнаступления ВСУ еще впереди. Тем временем, в столице Дании Копенгагене 24 июня состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты стран Запада, а также представители Бразилии, Индии, ЮАР и КНР. Об этом сообщил немецкий телеканал АРД, указывая, что встреча проходила в обстановке строжайшей секретности. Инициатором переговоров была Украина. Со ссылкой на собственные источники, в материале АРД говорилось, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине могут начаться в июле. Примечательно, что слишком много событий анонсируют именно на июль. Создается ощущение, что это еще один пункт программы, которую страны Запада спешат выполнить до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Также возникает вопрос, если цель благородная – достижение мира, то к чему тогда такая секретность? При этом Россию навстречу не позвали, зато пригласили представителей глобального юга, который до сих пор сохраняет нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Очевидно, что страны Запада в очередной раз предприняли попытку повлиять на их позицию. Позже украинская сторона подтвердила, что в столице Дании прошли переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта, о котором говорилось в материале АРД. Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак указал, что во время встречи участники обсудили украинскую формулу мира. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 июня назвала провокационным, готовящийся Западом саммит мира по Украине и призвала ответственное государство, которое по-настоящему стремится к миру, не принимать в нем участие. Представитель МИД России напомнила, что Киев нарушил Минские соглашения, под которыми стояли подписи западных лидеров. Словам, которые там будут произнесены, вообще нет веры, подчеркнула она. Им нужно поставить галочку о проведении очередного информационно-политического мероприятия. По словам Мария Захарова, стремление Запада пригласить на саммит максимальное количество участников, прежде всего из стран глобального юга, преследует одну цель – записать их в лагерь якобы убежденных сторонников западной точки зрения на происходящее в Украине и вокруг нее события. Она подчеркнула, что попытки стран Запада определить исход конфликта в Украине без участия России обречены на провал. Тем временем, посланник Папы Римского Франциско по урегулированию ситуации в Украине кардинал Матео Цзупи прибыл 28 июня с двухдневным визитом в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает усилия Ватикана, направленные на поиск мирного урегулирования украинского кризиса, а также приветствует стремление Папы Римского Франциска внести свой вклад в прекращение конфликта. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес выразил мнение, что украинскому президенту выгодно затягивать конфликт. Зеленский воспользовался нынешним военным конфликтом, чтобы сконцентрировать власть в своих руках и ускорить распродажу корпорациям по дешевке, сказал Уоллес. Только запасы полезных ископаемых в Украине оцениваются в сумму более 12 триллионов долларов. Западные компании вовсю облизываются, за что умирают простые работяги Украины, продолжил он. Также, по его словам, свыше 3 миллионов гектаров украинских сельхозугодий сейчас во владении компаний, базирующихся в западных офшорах. Сам Зеленский в интервью BBC сказал, что президентские выборы в Украине, которые должны были состояться весной 2024 года, могут произойти только после завершения боевых действий, так как по законодательству страны выборы должны проходить в мирное время. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как сообщает ТАСС, заявил, что Украина сегодня уже не является суверенным государством. Он отметил, что достижение мира теперь зависит от Вашингтона, а не от Киева. У Украины нет денег на оружие, и она может воевать только благодаря помощи Запада. Бой века. Состоится ли битва двух IT-миллиардеров Маска и Цукерберга? Много писали и о том, что два самых известных в мире технологических миллиардера Илон Маск и Марк Цукерберг договорились провести бой. Изначально новость воспринималась как шутка, однако позднее появились подтверждения, что они настроены достаточно серьезно, и бой действительно может состояться. Началось все с того, что компания Цукерберга огласила планы по созданию социальной сети, призванной составить конкуренцию Твиттеру. В ответ на это Маск вызвал Цукерберга на бой. «Готов к драке в клетке», – написал он в Твиттере. «Отправь мне местоположение», – прокомментировал вызов 39-летний Цукерберг. В итоге владелец Твиттера предложил для боя специальную огороженную арену «Октагон», которая находится в Лас-Вегасе и используется для боев UFC. Чуть позже 52-летний Маск попытался отшутиться. «У меня есть отличный прием, который я называю морж, когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю». Также он написал в Твиттере. «Я почти никогда не тренируюсь, за исключением того, что поднимаю своих детей и подбрасываю их в воздух». Обмен сообщениями стал вирусным. Пользователи социальных сетей спорили, кто выиграет бой, в то время как другие публиковали мемы, в том числе плакаты, рекламирующие бой, – говорилось в материале BBC. Делового соперничества, по-видимому, недостаточно для двух самых влиятельных миллиардеров технологической индустрии. Теперь Илон Маск и Марк Цукерберг говорят, что хотят свести счеты в драке в клетке, – отмечал CNN. На протяжении более шести лет два самых известных технических специалиста, Илон Маск и Марк Цукерберг, были вовлечены во вражду по таким темам, как искусственный интеллект и ракеты. «Совсем недавно двое мужчин пригрозили превратить свою драку в физический бой», – написал бизнес-инсайдер. В прошлом они боролись за высокое место в индексе миллиардеров Bloomberg до того, как Маск стал самым богатым человеком в мире. В 2020 году Маск вытеснил Цукерберга с третьего места в рейтинге Bloomberg, а вскоре после этого стал самым богатым человеком в мире, – указывал CNN. Новость с энтузиазмом стал комментировать Дана Уайт, президент организации UFC, проводящей бои по смешным единоборствам по всему миру. Дана Уайт сказал, что это будет самый просматриваемый бой в мировой истории. По его оценкам, сражение между Марком Цукербергом и Илоном Маском в клетке принесет гораздо больше, чем миллиард долларов. Глава UFC дал понять, что готов помочь в организации боевека, которые люди хотят видеть. Уайт заявил, что миллиардеры абсолютно серьезно настроены, он разговаривал с ними. Однако пока, по его словам, все на ранней стадии. Вырученное средство от боя в случае его проведения планирует направить на благотворительность. «Неизвестно, кто победит в бою в клетке», – говорилось в материале CNN. Маск физически крупнее, но Цукерберг занимается джиу-джитсу – бразильским боевым искусством. К тому же, Цукерберг значительно моложе. Согласно данным букмекеров, у Цукерберга есть больше шансов на победу в бою. Однако не стоит забывать, что Маск – мастер создавать инфоповоды. Поэтому есть вероятность, что сражение IT-миллиардеров так и останется лишь на просторах соцсетей и в материалах журналистов. Одна из букмекерских фирм даже сделала ставку на то, что матч никогда не состоится. К тому же, против боя высказалась мама Илона Маска, 75-летняя супермодель Мэй Маск. Без шуток, бой только словами. В креслах, на расстоянии 4 футов друг от друга. Победит тот, кто окажется смешнее.